Все это ради того, чтобы Максим Галкин стал комик. Так, ну что, подкаст «Больно смешно» у нас сегодня. Мы продолжаем нашу работу над ошибками. В прошлый раз был Саша Мокин, у которого звук был испорчен напрочь. И картинка, и с этим подкаст не вышел с ним. И получилась беседа интересная в этот раз, который уже вышел. Вы, я надеюсь, посмотрели. Еще один комик, который мы очень хотели и ждали в прошлый раз. Просто потому, что были проблемы с оборудованием, мы не успели его снять. Что, как выяснилось, даже к лучшему. Потому что теперь будут свежие впечатления у нас Захар. В гостях посмотрите. Захар, как правильно фамилию твою произносить? Может, не надо ее произносить? Почему? Раз проблемы из-за нее возникали. Захар Мержоев. Захар Мержоев. А это фамилия? Блин, он еще уточняет, чтобы точно, если что... Ну, кавказская. Ну, надо уточнить, что у вас там 200 народов. Да-да-да, ну, у одного из 200 народов. Вот. Какой таинственный гость у нас сегодня. Чисто серый кардинал из Мияги. Так у меня просто сразу же... Я вступил в комедию с того, что у меня появился первый эфир через полгода в Парамамонте. Я такой, супер. Все, карьера началась. И мне уже через буквально меньше, чем полгода начали писать, типа, ты что там шутишь такое? Мне пришлось удалить этот монолог, прям писать на Парамамонте. Говорит, можете удалить монолог? Кажется, меня хотят избить. А кто хотят? Один из кавказских народов. Один из 200. Видите, не так-то легко поймать Захара. Да нет, на самом деле не хотели, но мне намекнули, что могут захотеть. Я такой, я не хочу проверить. Ну, это достаточно добрый народ, понимаешь? Потому что в основном народы... Мне вот башкиры сразу сообщали, что они хотят избить меня. То есть не было такого, что они такие, Артур, еще чуть-чуть, мы захотим. Поэтому это уже как минимум достаточно добрый народ. Мне тогда Томас Гайсанов написал. Он сказал то, что Захар там, вот мне мой друг из Лаоса написал. Не то, чтобы я вьетнамцев искорбил. Ну, Лаос. Тебе написал Томас, ты, получается, ингуш. Ну, да, да, да. Он такой, там шутки местами очень неприятные для них. Я такой, блин, я рассказывал родственникам, они сказали прикольно. Он такой, они родственниками не прикольно. Я такой, понял? А вообще, я тебе напомню, почти все, ну, очень многие люди этого народа родственники. Там же родственные связи ценятся, там четвероюродные, это тоже родственник. Да, да, да. Поэтому вполне возможно, что не всем родственникам Захар нравится, что тебя зовут Захар. Так, ну, в целом, мне пока нравится, что мои детективные все-таки я... Отличная работа. Да, отличная работа. Сергей Дегтярев, я не знаю, есть люди, которые забыли. Даже пикограммы ингушей буквально в крови Джона Джонса, ты бы мог найти вот реально гомеопатическая доза ингушей, и ты просто вывел его на чистую воду за три минуты. Это не оскорбительно? Нет. Это не мне решать. Да, я выбрал не того человека. Сереги напишут. Я только, я к тому, что, в общем, как Захар не избегал произносить этот народ, ты сориентировался. Да тут, видишь, проблема-то в том, что обидно, что я прям жестко отчасти всего лишь. То есть я не носитель культурного кода, например, я не знаю языка. Грубо говоря, если что, бить тебя будут, но преимуществ никаких нет. Да, в этом и суть. У меня есть только какая-то ответственность, которую я несу, и нет никаких привилегий, которые я ношу с собой. У меня нет, я не могу, например, позвать стой человек на стрелку. Я не могу, я не знаю, рассчитывать на какую-то помощь или на какие-то связи. У меня просто фамилия. Вот. И люди, если что, такие, ну, он же сто процентов ингуш, у него же такая фамилия. И все, и с этим проблема. У меня есть, знаешь, такое ощущение, у меня много, не много, то есть у меня какие-то, особенно в начале карьеры были шутки про татар, я татарин. Но и татарам они нравятся, ну, многим. Конечно, много хейтеров, как выяснилось, когда это вышло уже на миллионные просмотры, там прям достаточно людей, которые что-то обижаются. Но в основном, типа, прикалываются люди с этого веселяться, они ко мне приходят, типа, блин, это вот татарин наш, короче. Они приходят на концерты, а мне перед ними неловко, я как будто не оправдываю их ожидания, потому что я плохой татарин в том отношении, что я не религиозен, я не знаю языка достаточно хорошо. То есть я могу как-то, наверное, как вот у вас английский, у меня вот такой татарский. И я не горжусь этим сильно, мне от этого сильно неловко, я бы очень хотел, наверное, как-то это исправить, но не настолько, чтобы тратить на это время достаточно много. Но я как-то, ну, в общем, мне все время неловко перед людьми, как будто я не оправдываю их ожидания, я чувствую себя шарлатаном каждый раз, когда они такие, наш татарский комик. Я такой, айе, айе, ашулай, ашулай. Лжи, Артур. Да, лжи татарин, это, конечно, такое. Ну, а у тебя хочется, видишь, оправдать надежды, а мне не хочется, мне хочется, чтобы, наоборот, вообще никто не обращал внимания, потому что я, вот, по сути своей, это белорус. Вырос в белорусской семье, там, с мамой, с бабушкой, с дедушкой, я прям белорус-белорус. И я знаю, что эти ребята никогда не придут меня за мои приколы. Ну, есть белорусы, которые приходят за приколы, Слава Комиссаренко поэтому и уехал. Да, но тем не менее. Белорусы. Понимаешь, есть белорусы, которые больше ингуши, чем ты. Да, да, да. Ну, видишь, у меня нет причин даже шутить про те белорусские темы, потому что я при этом не гражданин. Вот, поэтому политически шутить, а, блин, я уже как Мартиросян говорю в его интервью Шихман, который пытается просто везде с краю бы. Да, ну, это одно из больших разочарований. Казалось бы, не Галкин, а Гарик Юрьевич. Да, 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 да. Кто бы мог подумать, что... Ну, это вообще не обязан оправдывать наши ожидания, кто мы такие пошли в чёрную. Ну что, перейдём, собственно, к подкасту. Стандартный вопрос, который задаётся вначале. Был ли у тебя какой-то опыт вообще в терапии? Как-то ли ты касался, насколько ты вообще близок к теме психологии? У меня было два опыта. Один у нас на работе, у нас вообще прекрасный у меня работодатель. Точка. Банк. Точка-банк? Да, да, да. У нас когда... Точка-банк и точка. Да, да, да. Угу, угу. Да, придумывали тоже такое. А в феврале, в прошлом, когда произошли все события, нам дали 10 сеансов психотерапии. Всем в ясно. Я такой, прикольно, надо воспользоваться. 100% вот сейчас прям нужно. Вот я сходил. Не могу сказать, что мне что-то помогло. Я пришёл с какими-то проблемами. И мы не решили ни одну из них, но покопались в чём-то, где проблемы разрешили. Ну, ты знаешь, я прихожу, условно говорю, я хочу похудеть. В итоге мы поняли, что у меня не так с мамой, и всё. Ну, вот примерно так это было. Проблем никаких не было. Потом у меня произошло расставание с девушкой в октябре. И я пошёл просто к психологу знакомой. И там проблема в том, что, скорее, блин, у меня всё время были ощущения, что психолог может быть немного некомпетентен. Когда он, например, говорил мне про отношения с женщинами, ну, что-то из разряда, что если она общается с мужчинами, то уже понятно, что ей нравятся эти мужчины, понимаешь. И я такой, блин, даже не знаю, может быть, ты не прав. Я не уверен, что... Короче, у меня всё время была неуверенность, что он говорит какую-то правду. Я просто не соглашался с ней, и всё. И из-за этого мне было тяжело раскрываться иногда перед ним. Слушай, а ты сталкиваешься с таким... Я сейчас несколько раз сказал с ним и с ней. Она это была в ясно, а он это другой. Или я сейчас в процессе всё говорил. Не, я просто реально не уследил, что там несколько терапевтов. А ты сталкиваешься с таким, то есть, когда ты что-то говоришь, и ты видишь, что человек подвергает сомнению вообще всё, что ты говоришь, сомневается в твоей компетенции, как ты с этим работаешь? Бывает. Это не проблема, на мой взгляд. Да, блин... Что с этим надо делать, по-твоему? Ну, если ты хочешь человеку помочь, он, наверное, должен тебе доверять, а если у него недоверие, ты должен как-то с этим недоверием справиться. Как-то обсудить это? Имеет ли смысл реально продолжать? То есть, как бы, в чём, собственно, претензия создаёт, в чём сомнение, в чём разность позиций и так далее? Ты как-то давал ему понять, что ты сомневаешься в твоей компетенции? Безусловно. У меня вообще очень часто было ощущение, что мы просто как два типа, которые прикалываются и общаемся. Тут проблема о том, что я говорил, потому что было страшно, что на самом деле это со мной говорит не психолог, а что он говорит мне не какие-то вещи, которые он знает как психолог, а какие-то вещи, которые он мне говорит, просто свои взгляды. И я всё время такой, блин, это ты так думаешь или так действительно есть? Если девушка общается с парнями, дружит с ними, значит, она хочет с ними встречаться, они ей нравятся, прям правда, прям где-то написано это. Ну, например. Вот, меня это тогда пугало. А что ещё? Если у девушки был секс на первом свидании, то, скорее всего, она будет изменять. Вот такие вещи тоже были. Я такой, блин. Мне кажется, я знаю много людей, которые не согласятся с этим. В общем, у меня из-за этого было недоверие к нему. Мне всё время казалось, что это его личные взгляды. Вот. Было бы классно, кстати, если бы кто-то мог подтвердить. Есть психологическая практика, которая доказывает такое? Что, если девушка заняла секс на первом свидании, то она, скорее всего, будет изменять? Да. Я не знаю. Ну, возможно, мы с тобой обсуждали это когда-нибудь или нет, но психотерапия – это не наука. И психология в её нормальном проявлении тоже не наука. То есть она как бы… Здесь нет универсальных каких-то вещей. Те, кто позиционирует, что тут есть какие-то универсальные вещи, они, ну, скажем, заблуждаются зачастую. Поэтому если ты берёшь какую-то книжку по психологии, где что-то написано, или по психотерапии, можешь быть почти уверен, что существует книжка, где написано противоположное. Это почти всегда так. Это очень удобно. Смотря для чего. Очень гибко. Ну, если… Вот опять же, смотря для чего. Если ты хочешь, чтобы всегда с тебя как с гуся вода, психотерапия, она почему так позиционирует себя? Почему она настолько гибкий инструментарий выбирает? Потому что психотерапия преследует практические цели. То есть мы, ну, как говоря, мы, я имею в виду себя и тех, кто смотрит на психотерапию примерно так же, как на неё смотрю я. Мы любое знание, любую идею, любой миф, любое что угодно, любой инструмент рассматриваем с точки зрения того, может ли он нам позволить сделать то, что мы хотим сделать. То есть наука, она, например, ищет универсальных вещей. То есть она всё равно, она старается изловить что-то универсальное, грубо говоря, чтобы, ну, закон, некое правило, закон, ещё что-нибудь, что будет работать вне зависимости от того, вторник сегодня или среда и так далее, и так далее. А если есть зависимость от дней недели, тоже их установить и определить. То есть наука, она про универсальные какие-то. А психотерапия, она про, и психология, да, в том числе, и она больше про применимость, про удобство. Ну вот мы сейчас сидим, например, да, пользуемся с вами микрофонами, все трое. Едва ли один из нас хотя бы реально понимает, как микрофон работает и почему, попав вот в этот ноутбук, он там создаст дорожку, которую мы потом сможем как-то чего-то отрегулировать. Мы можем этим пользоваться. Мы понимаем, что, говоря, в микрофон он это запишет и что это потом будет в ноутбуке, но мы не понимаем устройство этого процесса, хотя пользуемся. И совершенно не обязательно понимать устройство гравитации, чтобы прыгать или не падать. То есть ты, в общем, до известной степени подозреваешь, что тебя пересосет к земле обратно и пользуешься этим просто. Это практически, то есть мистику он всегда практически применяет. Он не обязательно досконально понимает, что в основе лежит. У него, конечно, ум должен быть дисциплинированный, у него должно быть какое-то объяснение, но опять-таки это фикция, надо понимать. — Да, когда я стоял на подоконнике и смотрел вниз, я не думал, сколько будет 98 килограмм умножить на 9,8. При какая конкретно будет сила удара. Перейдем к истории, что ли, твоей. Ты говорил, что ты недавно расстался в октябре с девушкой, готов ли ты об этом поговорить. Я так понимаю, это какая-то болезненная история. Да слушай, тут для меня интерес истории заключался вовсе в другом. Мне казалось, короче, история заключалась в том, что мы расстались в октябре, мы расстались типа мирно, прям просто поговорив и типа давай разойдемся. Вот мы разошлись и уже через неделю я смог рассказывать об этом со сцены. Там фишка в том, что в день, когда это произошло, я чувствовал, конечно, наплыв чувств очень сильный. Я подумал, надо как-то с этим справиться. Возможно, надо пойти купить каких-то успокоительных. Я купил успокоительных, и мне стало очень легко. Вообще прям пофигу. И вот прошла неделя, приехал Лев Еременко, там был какой-то концерт, он узнал, что мы расстались с девушкой. Я прям спокойно об этом рассказывал, он говорит, ты какой-то прям спокойный. Я говорю, так я на успокоительных сижу. Он такой, ооо, да, чувак. Он начал называть какие-то названия успокоительных, типа, я не знаю, какие, но он такой, вот это или вот это, что там. Я говорю, да новопоситы. Он такой, новопоситы. Это же не успокоительные, это же... И он говорит, чувак, если тебе с новопоситом спокойно, тебе бы и так было спокойно. Да-да. И я только в этот момент услышал от кого-то, что оказывается, мне, возможно, не так плохо. И я испугался в этот момент. Потому что сразу появилась там куча мыслей в голове. А может быть, я все это в себе скрыл? Может быть, на самом деле я страдаю, но заблокировал это. Вот еще Серега тогда пришел. И Серега тоже это узнал. И он когда такой, ооо, а давно это было? Говорю, неделю. Он такой, неделю, ты хочешь сказать, мы разговариваем о вещах, которые произошли неделю назад? Я такой, да. И он такой, и с ума сойти. Ну вот. Я отменил новопоситы. Реально ничего не изменилось. Вот. Поэтому я пошел к психологу, потому что мне казалось, вдруг внутри меня сейчас бомба замедленного действия. Какой-то фрустрации. Мне нужно сейчас это обсудить с ним. Вот. И, ну нет, он сказал, что, скорее всего, тебе пофиг. Реально. Вот. Но меня это и пугало. Потому что я не понимал, мы четыре года там вместе прожили почти. Вот как я могу выйти из отношений? Вот так вот. Бывают такие процессы, где желательно каждые четыре года, чтобы человек менялся. Хотелось бы, конечно. Да, ребят, если через четыре года сменился человек, смотрите, ничего плохого не происходит. Нормально. Даже новопосить не нужно. Даже новопосить не нужно. Наоборот, ты какой-то позитивный опыт от него вынес. Да, да. Да. Типа с благодарностью провожаешь его, спасибо за эти четыре года, стало лучше. Самое смешное, что не сразу же с благодарностью. Ну, все. Слушай, то есть в итоге ты расстался, по сути дела, ну, не было никакой драмы, или все-таки догнались? Да была драма, на самом деле, была драма. Все это было странно. Я ей говорю, что я тут первая неделя вообще был, вторая неделя, как обычно, тяжело. Третья уже полегче. Четвертое произошло новое событие. Это мы встретились с ней. Ну, я собаку брал. Надо было забрать собаку. У нас общая собака, она осталась с ней. Я взял собаку, отвел ей, мы присели. И она попыталась завести какой-то разговор, он плохо получился. Она говорит, вот видишь, всего там ничего, время не прошло, уже не о чем говорить. Я говорю, да на самом деле было бы о чем. Просто видно, что у тебя там что-то жестко гложет, вот и все. Я не планировал прям быть друзьями после этого, но необходимая встреча. Она рассказала о том, что у нее уже через неделю был новый мужчина. И это было первое, что меня действительно выбило из колеи тогда. Я думал, что прям просяду, но в итоге уже через день было тоже пофигу. И меня это тоже пугало. Что да почему, может я бесчувственно стал. Я начал ходить ко всем друзьям, которым уже за 25, условно говоря, у которых был опыт отношений, чтобы спрашивать, а вот так теперь всегда будет? Вот типа мы бессердечные, что происходит? Вот там начал когда общаться с девчонками, в том числе другими, я понял то, что у меня там бабочек нет. Я такой, все, вот теперь так будет вся жизнь, безэмоциональная, что происходит? Ну, на вопасит до сих пор действует. Прикинь, да. А вы говорите не торг. Блин, на вопасит это вообще безумная вещь, как оказалось. Прикинь, просто одна таблетка убила в тебе лично, ну вообще человека. А, да, да. Теперь просто терминатор. Серега, а есть какое-то описание этих стадий, вот, которые он написал? Типа неделя пофиг, а неделя переживаешь, а потом... Здесь просто нужно понимать стадии чего, потому что, прежде всего, нужно понять, что эти отношения для Захара значили. Было ли это горе-то в целом, чтобы были стадии проживания горя? Ну, то есть, например, появление у нее мужчины в первую же неделю, говорит ли о том, что это все-таки горе, или это просто говорит о том, что эго уязвимо? Да, так в этом и суть. То, что ровно на сутки у меня уязвилось эго, и я послушал там... Ну, был, естественно, этап, типа, 12 часов слушаем Джоджо, я рай, я рай, вот, а потом на следующий день живем дальше. Оно произошло. На самом деле, как ни странно, очень помогает комедия, даже не в этом уже, знаешь, стереотипном плане, то, что я вышел на сцену и проговорил это. Ну, не будем, на самом деле, врать себе, то, что ты понимаешь то, что ты без внимания не останешься. Вот, в каком-то таком смысле из этого эго не так уничтожено. Потому что у меня были отношения, когда я расстался, и вот там было ощущение, что вот она нашла себе кого-то, а у меня сейчас никого нет. Так я, может быть, вообще стремный, может, я никому не нужен в целом. Вот, и там начинает эго страдать, ты закапываешься, закапываешься, а в этом случае, ну, такой истории не было. Я знал, что, ну, не пропаду, вот, и все. Ну, будет еще кто-нибудь, будет еще кто-то получше, кто лучше мне подходит. Вот, и все, ничего не произошло. Да не знаю, я единственное, что почувствовал, облегчение, когда мы расстались. И это было то, в чем было стремно признаться, хотя даже в последнюю секунду я говорил, что если что, я готов, типа, продолжить работать, если ты решишь, что тебе это нужно, то давай, типа, продолжим отношения. Но на следующий день я почувствовал такое облегчение бесконечное. Я такого... Да, облегчение – это очень странное ощущение, когда ты не хочешь прийти от человека, а потом, когда вы расстаетесь, и ты такой, о, мне как-то легче, что ли, стало. Но потом все равно становится тяжело. Но это, видимо, зависит от все-таки формата, действительно, что для тебя это значило в моменте. Слушай, а ты прям сильно переживал из-за того, что ты ничего не чувствуешь? То есть ты с психологом вот это обсуждал, ты говорил, что ты потом ходил к психологу? Это не было диким переживанием, это было просто пугливо. Я боялся то, что окажется, что, знаешь, это вот просто я где-то слышал, что это может быть начало мощной депрессии, что вот именно неспособность ощущать какие-то чувства, эмоции, что, может быть, это как раз признак того, что все еще хуже. Вот. Ну, я же не знаю, пойду спрошу. Вдруг все думают, что на самом деле не так, потом оказывается, что так, поэтому я лучше вот этот чувак, который придет при первых симптомах к врачу. А ты ипохондрик? Нет, вообще нет. Ты не загоняешься тем, что у меня температура есть, у меня депрессия, нет у меня депрессии. Я скорее этот чувак, которого болит, он прям такой прикольно. Вот сейчас прям вживой. Блин, я операции обожаю. У меня, когда меня везут на какую-нибудь операцию, я всегда такой... Когда? Что это? В смысле? Это очень такое странное ответвление. Когда меня везут на операцию. Ну, знаете же, у всех же есть эти, вот после, есть рыбный четверг, и ездил на операцию когда-нибудь. Операции? Оу-оу-оу. Ты что, никогда не был на операции? Да на ней бы же только разговор, что об операции. Только не. Никому не говорить. У тебя когда последняя раз операция была, чувак? Блин, на одной... Ты что такой неживой? Ну, в общем-то, я почему-то, когда выхожу с любой вообще процедуры, давай так, ладно, даже скажем, даже если это маленькая медицинская процедура, я чувствую себя героем. Вот трудно объяснить. Прям как классно. Я это выдержал. Вот всегда вот такое вот. Типа, меня зашили где-нибудь. Ты обожаешь, да, открытые микрофоны? Почему? Потому что, да-да, обожаю страдать. Более-то классно. Вот, не знаю, странно. Никогда себя не резал. Так, на всякий случай, если что. А почему так? Но только если случайно. Но кто знает, случайно ли вообще ощущение. Случайно набрал теплую ванну. Как, когда порезался? Да тоже прикольно. Потом промыл и такой, блин, больно, да, я терплю. Я вывез. Палец порезан, а я не плачу вообще. Ну, типа того на самом деле. Странное чувство. Еще интересно, что ты не всегда понимаешь то, что чувство, которое ты испытываешь, странное. Это потом, когда кому-то говоришь, и оказывается, что люди такие. А вообще, бывает понятие странное? Что значит странное чувство? Это же просто явление. Нет, то, что не все это испытывают. Простейшая вещь. Просто, что это не все испытывают. Это может даже касаться просто здоровья. Типа я очень долго думал, что все реагируют на лактозу так же, как и я. А потом оказалось то, что у меня непереносимость лактозы. И вообще-то все нормально ее воспринимают. Вот, как пример. Но мне же никто не говорил, ни с кем я не обсуждал. А ты тоже мороженое поешь и потом, ну прям. Потому что зачем мне обсуждать это? Ты с детства растешь, смысл, да все так же живут. Я просто не назвал бы это странным в итоге. Может быть, не так распространено, но не странно. Индивидуально. Хорошо. Есть ли что-то, что бы ты хотел обсудить, исходя из нашего формата? Есть ли, может быть, у тебя какой-то запрос? Может быть, ты хотел бы наконец-то поговорить с человеком, в котором не придется сомневаться? Чего не придется-то? Сереги, можно сомниться? Он сомнится в Сереге? Ты с ума сошел? А в какой момент у меня какой-то орел несомненности появился? В тот момент, когда я решил иронизировать. Ну, блин, не знаю, если иногда... Ну, если ты почитаешь, вот смотри, есть люди, безусловно, с которыми я общаюсь лично. Ты же просто мало контактируешься с миром. С людьми? Ну, часто ты обсуждаешь подкаст. Подкаст нет, ну, с людьми я часто общаюсь. Ну вот, а я общаюсь с людьми, которые на концерт, поскольку я, ну, то есть езжу с концертами, и подходят люди, которые говорят, мы смотрели ваши подкасты. И зачастую это люди, которым нравится, и они, то есть у меня немножко другое информационное поле, они очень часто восхищены твоей работой, и такие, вот, Серега, это вообще лучшее, что было. Если ты почитаешь в комментариях, там много людей, которые, типа, блин, как бы к нему попасть, я бы очень хотел именно к нему, вот почему мне Бог не послал такого специалиста. И мы понимаем, что это возведенное в абсолют, но это дает повод, как минимум, иронизировать над этим. Ну, пожалуйста. Но это понятно, что на горстку идеализирующих найдется такие же, например, горстка. Конечно, хейтеров мы уже отсылки делали на тему, хейтеров иронизировали, теперь поиронизируем на людей из другого. Ну, пускай, ладно, поймем. У Сереги есть хейтеры? А, у Сереги есть хейтеры, конечно. Что они говорят обычно про Серегу? Что они обычно говорят про Серегу? У Сереги есть такое… А, мы можем об этом поговорить? Я интересно вообще. У Сереги, короче, смотрю, у Сереги есть такая энергия, он достаточно убедителен в том, что он говорит. И даже когда он рассуждает, то есть у людей с определенным психотипом, на мой взгляд, может сложиться впечатление, что он очень надменный, и типа дохера самоуверенный тип. Такие люди, как правило, триггерят. Серега говорит безапелляционно обычно. Да, есть, ну, типа, при том, что на самом деле, если не обращать внимания на форму, можно вообще подавать апелляцию сколько угодно, но он всегда будет делать… Более того, у Сереги еще такая манера, когда он, например, будет делать тебе замечания, ты при не совсем правильных психологических настройках можешь это воспринимать… Не обязательно, дело не только в их настройках. Безусловно, термоядерная смесь случается тогда, когда мы с этими людьми, ну, то есть с особыми людьми сцепляемся, но вообще грубость мне присуща вне зависимости от настроек того, кто это слушает. То есть… Например, в моменте, да, вот… Это прям неправильные настройки? Ну, это то, что… Ну, это мое самоощущение. Ну, например, я тебе приведу пример. Мы как-то просматривали один из подкастов, я заметил вот что. Что буквально, когда я говорю что-то не так, Серега дает понять мне, ну, что я говорю… Ну, типа, он такой, зачем ты это спросил? Ну, типа, что ты… И я вижу раздражение, я смотрю на себя, и у меня… Я реагирую на это прям, типа, как будто меня поругали только что, типа, меня родитель поругал, понимаешь? То есть, и это неправильно у нас, то есть, так не должно быть. Это моя проблема, что я его так воспринимаю. Это взаимно. Нет, это взаимно. То есть, фишка в том, что кастрирующий родительский тон, обесценивающий, это что-то, что я делаю временами. Просто, если встречается еще и человек, который к этому уязвим, тут возникает особая, так сказать, реакция. То есть, да, вот я уязвим. И то есть, в данном случае я воспринимаю, что его кастрирующий тон это его кастрирующий тон, он так разговаривает. Я сам так разговариваю очень часто. Но когда… Если я уязвим, я такой, ну, это дефектная штука. Ну, то есть, я бы хотел от нее избавиться. То есть, я бы хотел себя воспринимать адекватно, чтобы мое самоощущение не зависело от интонации. Это другой вопрос, да. А можно же… Нормально же, на самом деле, что я сейчас буду говорить и точно выражу точку зрения многих людей, которые будут это слушать, если они будут это слушать, кастрирующий тон. Извиняюсь. Ну, что-то, что… Я говорю так, как будто бы ты глупый, маленький, незначительный и вообще… Ты с позиции отца, который ставит на место. Не только, да, даже, да, вот как бы ставит на место, но даже не сколько сагрессии, сколько, дескать… Ты, кто еще спросил. Просто я из него выросли, со мной разговариваю. Да, сядь, пока не упал. То есть, как бы что-то, что тот, который заведомо предполагает, что ты… Я совершаю ошибки в тех полостях, о существовании которых ты еще даже не знаешь. Успокойся, просто ладно. Просто вот это то, что в западном интернете называется мэнсплейнингом, когда мужик разговаривает с женщиной так, как будто это маленький ребенок, которому он вытирает рот. То есть, Сергей говорит со всеми, как мужчины, которые активизируют мэнсплейнинг. Прикольно. Мэнсплейнинг. Ну да. Хорошо, вот на самом деле… От слова «мен» и «эксплейнинг» или «экспланейшн», типа мужикобъяснение. У меня появилась забавная тема, на самом деле. Что интересно, я только сейчас ее вспомнил, и она действительно меня волнует, и я ее, что интересно, не обсуждал с психологом. У меня есть такая особенность, что последние два года было очень много стресса, так или иначе, которые были связаны, ну, в том числе и с происходящим в мире, и вообще у меня на личном фронте я заметил очень странную особенность свою, за которую мне жутко стыдно, потому что она еще и уязвляет меня как мужчину, что каждый раз, когда ситуация вокруг неопределенная, как только я чувствую, что я больше не контролирую ничего, я начинаю спускаться во всю эту херню, типа я готов на все уйти. В астрологию, в Таро, я готов, не знаю, заниматься соционикой, любой антинаучной штукой, которая вот буквально хотя бы даст мне, если мне не на что больше опираться, даст мне какие-то расплычатые знания, как пройдет завтрашний день, как пройдет мое общение с людьми и так далее, и тому подобное. И мне безумно за это стыдно, за себя, и это всегда как приступы, знаешь. То есть потом проходит пару месяцев, я такой, что ты делал вообще? Это самое, ну на мой взгляд, самое объяснимое, что вообще может быть, потому что Кашпировский заряжал воду в 90-е, в 2012-м это было непопулярно. Это именно потому, что когда действительно все идет, да, все летит в трубу, люди действительно начинают. Финансовые пирамиды, все антинаучные. Кашпировский, там типа послания какие-то, там собрания. Люди готовы слышать все, что угодно, которое не имеет отношения к реальности, лишь бы хоть как-то вообще устаканить. Я причем готов слышать даже плохое, просто хотя бы, чтобы я знал, что оно произойдет. Вот и все, уже вот такое вот началось. И стыдно еще, в том числе, потому что, ну типа ты мужчина, и ты понимаешь, насколько это немужественно, заниматься такой фигней. Ну ничего не можешь с этим поделать. И к этому еще перемешивается стыд, и вот я в итоге после этого каждый раз чувствую себя грязным, слабым. Ты опять зашел посмотреть натальную карту, долбоеб. У меня луна в Скорпионе. Все, что надо знать вообще. Это отвратительно. А? Да, луна в Скорпионе, это вообще ужас. Почему? Серега в курсе? А как ты относишься вообще к этому, кстати? Именно отношения, как не психолога, а как Сергея. А в чем разница? Вот ты в начале этого нашего разговора упомянул, что, дескать, а вот он мне просто свое мнение рассказывает или он как психолог рассказывает? А что это значит? А я не знаю. Я не знаю, есть ли разница. А должна быть? Отстраиваешься ли ты? А я не могу сказать даже, должна ли. Как психолог я вот скорее могу позицию поменять в том смысле, что, например, так я не настроен на человека, например, у меня вот своя жизнь. До сеанса у меня какая-то своя жизнь, которая меня волнует, что у меня там в моей жизни происходит. Во время сеанса у меня позиции сообразные, которые меня волнуют, условно твоя жизнь. Это я переключаю. Но то, во что я верю, то, что я как считаю, работает или не работает в жизни, безусловно у меня что в одной позиции, что в другой одинаковая. Какая? По натальным картам. А, по натальным картам? Это инструмент, который скажем, в умелых руках может очень изящно и полезно помочь обращаться с жизнью в том или ином аспекте. То есть в руках определенных людей при попытке сделать определенные вещи здорово работает. Как и любая другая мистика. У меня нет проблем с тем, чтобы пользоваться мистическими инструментами. Когда мы говорим о жизни человека, нам эффективность и эстетика гораздо важнее научной доказанности. Гораздо. Сто раз. Опять же история о том, что главное, что работает. Ну, если учить... У меня такая идеология, что мне, скажем, я себя рассматриваю как человека, живущего человеческую жизнь. Все, что мне позволяет проживать более полноценную жизнь человека, все это хорошо. Если, ну, скажем, натальными картами можно как плохо воспользоваться и все испортить, так и хорошо воспользоваться и хорошо все сделать. Ну, а глобально как ты думаешь, может время рождения места и дата повлиять на то, какой у тебя будет характер? Я не знаю, но особенность этого... Есть ли какой-то замечал вообще сам в этом? Я даже пытался открыть взаимосвязь какую-то в плане того, что... Потому что интересность гороскопов состоит в том, что они какого-то черта до какой-то степени это работают. Да. То есть, вся проблема гороскопов именно в том, что ты не можешь сказать, что они не работают совсем. Вот в чем проблема. Представляешь, как Захар Буралт рад сейчас это услышать. Да. Типа такой, он типа, я не хотел признаваться, но это, знаешь, как в 13 лет признаться, что ты мастурбируешь в классе и все такие по цепочке начали это делать. Да, да, да. Не, ну я, естественно, не пользуюсь этими инструментами практически никак и никогда. То есть, если со мной будет человек, который на этом языке говорит, я попробую к этому языку присоединиться, если будет нужно. Но, опять же, что дает нам гороскопы? Гороскопы, они типологизируют. Они нам дают способ посмотреть на вещи. Если человек, правда, не ориентируется в том, что у него вокруг происходит и не может на себя опереться, когда он встревожен, любая типизация, она дает ему опору временную. И начинает он действовать в меру ригидности этой опоры. То есть, насколько опора жесткая и разнообразная, насколько она однообразная, жесткая и скомка, выучая тебя, настолько ты будешь ограничен в своих действиях. То есть, в определенной системе координат это может быть стоять где-то на одной полке с религией. Типа, мне нужно что-то, что поможет мне объяснить мироустройство. Сто процентов. Вот, пускай натальные карты или православие. Ладно, беру. Да-да-да-да, конечно. Психотерапия стоит с этими же штуками на одной полке. Меня еще просто тоже интересовало то, что это когда был март-апрель прошлого года и везде, у меня везде, то есть даже это не зависело от моих подписок каких-то, но весь твиттер у меня был, форумы, на которых я был, все вдруг стали жестко угорать по астрологии, торологии и прочими штукам. Просто потому, что я увидел, что у всех сейчас одно настроение. Для всех это произошло внезапно, для всех это было очень странно, для всех порушился мир, и они сейчас пытаются его вот так вот, знаешь, заклеить чем-то. Прежде чем, пока не выстроится какая-то стена, какой-то фундамент органично. Сейчас мы это заклеим просто в астрологии. Ты знаешь, что делал, что я? Я смотрел прогнозы экспертов, понимая, что они могут быть неверными, я искал предыдущие, отсматривал их прогнозы, чтобы найти, типа, если он до этого делал пять прогнозов, которые совпадали, я продолжал его смотреть, чтобы это хоть как-то мне обрисовало, что будет дальше. Эксперты политические? Да, например, то есть я не могу просто, типа, вот ты мне вызываешь доверие на уровне, там, нет, я такой, так, ты что-то сказал, очень умно, надо проверить, что ты говорил до этого, то есть чтобы как-то себе эту исследовательскую, такие социологическую работу я какую-то проводил, просто чтобы себя хоть как-то успокоить, знаешь, и когда там появлялись новости, типа, возможно, там определенный человек болен, и ты такой, естественно, хоть бы-хоть бы, начинаешь что-то искать, и ты такой, ищешь подтверждение, такой, ну нет, ну нет, просто это нереально, и злишься еще от этого, потому что тебе на секунду дали надежду, ты стал разбираться с этим, и это было, конечно. Это вот в ту же тему, там суть была в том, что сначала идешь, ну как обычно, я иду за экспертами настоящими, за какими-то прогнозами, которые уже существовали, я понимаю, что никто из тех, на кого я смотрел, не предсказал это. Потом я начинаю искать других, им я по каким-то причинам не доверяю, я понимаю, что у меня нет базы никакой, у меня нет никакой теоретической базы к тому, что сейчас произошло, и дальше я иду уже заниматься бредом. И вот то, что ты говоришь, это следующая фаза была, это когда начали появляться все эти профессор Соловьев и прочие ребята, которые начали рассказывать какой-то бред, который, естественно, всегда оказывался фейком, и ты понимаешь, все, у меня все карты спутаны, будущее туманно, сейчас мы предсказывать его начнем. И вот сам себя угораешь, что, ну все, я шаман, я уже дошел до такого, меня за месяц опустили до первобытного человека, который сейчас карта, скажи, пожалуйста. Ну я правильно понимаю, что это связано в первую очередь со страхом человека неопределенности. Ну это типа как религия появилась, потому что мы не знаем, что после смерти, вот то же самое. Ну я соглашусь с тем, что это все попытка успокоиться. А насколько это вообще рабочая история? Типа как, на самом деле, как было бы правильнее в той ситуации поступить, вместо того, чтобы там, или неважно как наступать, как успокаивать, так и поступай. К тебе же наверняка много запросов было по этому поводу. Ну были, сколько там. Но я бы не сказал, что все люди абсолютно одновременно вот в этом. Ну это типичный для, даже вот если мы возьмем сеансы Захара с его терапевтами, то они были про то, чтобы в первую очередь проверить их на прочность. То есть это, он сначала должен проверить, подавить руками на скамейку, чтобы убедиться, что на ней можно сидеть. Это у него возникают сомнения. Он может этими сомнениями бомбардировать терапевта до тех пор, пока терапевт, скажем, вот в системе, ну возможно в системе, например, ценностей Захара, если терапевт говоря, что тёлка, трахаясь на первом свидании, будет изменять, но об этом написал какой-нибудь там, даже лучше не Фрейд, а какой-нибудь Шандер Ференци, которого Захар не слышал, но терапевт ему скажет, это ученик Фрейда, который развил его идеи, и Захар такой, ну да, Ференци да, если написал, значит тёлка изменяет. И тогда Захар успокаивается. Обязательно, что меня так утрировали. Внешне, ну я, извини, если я как бы, я говорю, типа, в комедийном варианте, типа, как будто бы условный Захар, условный мы это в шутках, то есть объясняем. В общем, идея в том, что успокаивать тревогу подобным образом, это просто вопрос в том, как, когда твоя способность обмануть себя, превысит твою способность дефальсифицировать обман. То есть, когда ты себе скажешь такую чушь, в глупости которой тебе уже ума не хватает её разрушить. Вот. И тогда ты успокаиваешься. Но это же всё равно ложный путь. Конечно. Все они. Типа, какого-то истинного пути нет. В этом и фишка, да, поэтому они все более или менее равны в своей степени эклектичности и глупости. Поэтому мы, мы на самом деле ни на что не можем опираться, в этом вся проблема. То есть, нам никто никогда не может дать гарантии. Единственное, на что мы можем в итоге опираться, это опыт, что оно так или иначе для нас срабатывает или не срабатывает. Тебе тревожно? Мне в те моменты безумно было тревожно. Нет, я сейчас, когда слушаю, правда в том, что истины нет. Я так же считаю. Я так же считаю. Это то, что используешь для оправдания, когда заходишь на астрологический сайт. Да к истине всё равно нет. Нет, это я понимаю, но я тебе к тому, что... Ты не хочешь с этим взаимодействовать? С чем конкретно? С тем, что её нет. То есть ты пока... Ты эту идею используешь как бы в Assassin's Creed тебе сказали, что ничто не истинно, всё разволено. Это такой, ну ладно. Я нормальный, я нормальный, я смотрю на карты, ну и что, всё равно непонятно, где правда. Глубоко на уровне чувств ты это не принимаешь. Мне... Я не могу смириться с неопределённостью. То есть если мне когда говорят, что всё неопределённо, Артур, то есть действительно, всё неопределённо, ну типа, я такой, я это понимаю, вроде бы мозгом, но если я вдруг начинаю чувствовать вот эту неизвестность, это меня сводит с ума просто. Да, да, да. Это нормально. Это как будто бы ни из ничего не берётся. У меня был травматичный опыт, и из этого травматичного опыта я стал очень тяжело воспринимать неопределённость. Я помню себя там до 21 года, и для меня там мысль, что жизнь пошла... После 21 ты не помнишь себя уже. Помню, и помню себя другим. До 21 года я знал, что если даже в какой-то момент я, например, занимаюсь любимым делом, окажусь на улице, я такой... У меня была мысль, что да как-нибудь и на улице проживём, какая разница, вообще пофигу, что у друзей проживём, условно говоря. А в 21 там начинает происходить там пандемия, произошла пандемия, и меня уволили с работы, у меня нет денег, но у меня есть девушка, которая очень требовательная ко мне как к мужчине, которая всем видом планирует разочароваться в тебе при любой неудаче, и из-за этого ты понимаешь, что ты... Ну, собственно, из-за этого я чувствовал себя всегда обременённым, то, что во мне в любую секунду готовы разочароваться. И мало того, если действительно я даю повод, то это происходит прям... У меня никогда в жизни до этого, короче, не было такого опыта. У меня никогда не было требовательного человека ко мне, который, ну, готов разочароваться при любой неудаче. Вот. И за пару лет с пандемией, войной и так далее я, собственно, превратился в человека, который безумно боится будущего, потому что это влечёт не проблемы даже для меня, а проблемы вот в том, что я подвожу всех вокруг. Ты с этим справился? Ещё нет. Я всё ещё всех боюсь подвести. Так, может, поговорим об этом? Давайте. А надо? Надо ли? Ну, ты бы хотел с этим справиться? Ну, ты подумай реально вот сейчас. Да, то есть это... Тот тебя приглашает, как бы, но я чуть не чувствую, что ты реально хочешь этим сейчас заняться. Ну, на самом деле у меня всегда страх именно в том, эта проблема, которая кажется с уходом человека и начала исчезать, но всё ещё оставляет какой-то след. Здесь вакансия сейчас. Ну, конечно, можно на это место посадить любого другого человека вообще без проблем. Это моё мнение, Сергей поправит, если я не прав. Фишка-то в другом, то, что появится другой человек, классно, если он принимающий, но я всё ещё не верю, что люди принимают твой выбор, что ты можешь заниматься тем, чем тебе нравится заниматься, что не поступит никакого осуждения за это, и кроме этого, если я всё потеряю, не придёт и не тыкнет. Вопрос, Захар, всё ещё актуален. Хотел ли бы ты искренне с этим что-то сделать и взаимодействовать с этим и как-то разобраться прямо сейчас? Готов ли ты? Не обязательно делать сейчас. А, я просто, видите, даже не понял, что вы думаете о моей безопасности. Для меня это было как... Ты уверен, что это интересно? Нет, это только с точки зрения того, насколько тебе это комфортно. Не, мне комфортно. Нам интересно... Смотри, нам интересен ты... Это подкаст про тебя. Окей. Люди и всё, о чём здесь думают, это о том, чтобы тебе было интересно, а в идеале и полезно. Люди, которые это смотрят, и мы, они сами, что хотят, то и делают. То есть, если им не интересно, они выключают... Если они как-то с собой ассоциируют себя с тобой, они что-то из этого выносят. Но в целом, мы как бы о них вообще не думаем. Поэтому здесь самый главный человек это ты. Я даже не могу поверить в это, если честно, что вам... Ладно. Это очень странная история. Вот, кажется, я сейчас приближался к тому, к своим настоящим комплексам. Сергей, терапевт, это его работа. Я просто человек, который любит наблюдать за людьми, ему интересно, и я поэтому с удовольствием этот подкаст и сделал. Но нам очень важно, чтобы было, типа, полезно и прикольно для тебя. Ну, это полезно, прикольно. В каком-то смысле? То есть, ты, ещё раз, я задам этот вопрос, готов ли ты с этим повзаимодействовать, потому что, если да, то... Подожди, не торопись. Ты вообще, учитывая, что вот мы вот тут собрались при таких обстоятельствах, как бы ты хотел это время провести? То есть, что бы тебе, что было бы интересно поделать, во что поиграть? Мне больше всего интересно играть в то, что мы обсуждаем трудности, пока что, как я это вижу, которые мы переживали. Стресс, стресс. Меня интересует тема стресса, потому что для меня самой интересной частью, ну, интересной, самой ужасной частью последних лет был стресс. Я сейчас впервые в отпуске от стресса. Несмотря на то, что ситуация в мире никак не изменилась, у меня, у меня произошел какой-то отпуск. И мне впервые стало в целом на все пофигу. И я готов говорить об этом. Я только начинаю переживать здесь, на месте, что на самом деле не ощущаю себя сейчас травмированным от чего-либо. И могу только говорить о травмах, которые переживал. И, возможно, был бы рад, если бы вы делились ими. Ну, либо и не против был бы, если бы мы обсуждали мои травмы. Я все буду о них говорить. Окей, то есть тебе есть еще чем поделиться? Еще чем поделиться? Ну, просто вот ты говоришь, я хочу поговорить о своих травмах. Мы какую-то тему уже исчерпали из тех, что мы обсудили с твоей точки зрения? У меня эти два года не исчерпали, но мы можем вернуться, если вы захотите. Я вот к тому, что типа хочется ли о чем-то продолжить, о чем мы уже поговорили? Нет ощущения, что у меня есть мысли. Не обязательно мысли, но вот об этом бы я побольше. В этом бы побольше посидел. И что, может, у нас возникнут мысли. Я бы побольше посидел в том, что я вот боялся разочаровать. Нет, побежали дальше. В общей теме стресса остаемся, но есть куда идти дальше. Давай мочи. Возможно, Артур меня поймет, потому что я слышал, что ты говоришь об этом тоже. Последние два года для меня были одной большой борьбой с ожирением. И меня позабавило, Витя Копаница недавно написал пост о том, что вот в пятый раз начинаю, а, в видео даже записал. В пятый раз, в очередной раз начинаю жизнь, и вот он опять худеет на 20 кило. Я это увидел, я прям засмеялся, потому что я опять начал худеть тоже. И последние два года это были вот такие циклы по полгода, я снова худею. Вот так они называют. Да, у меня вот этот подкаст, предыдущий пул, вообще, если вы включите выпуск там с Леной Новиковой и вот этот, два разных ведущих сидят вообще в целом. 20 килограмм разницы, 20 килограмм разницы в весе между тем, что было в июле и тем, что сейчас. Ты был минус 20? Да, да, то есть я весил там, сейчас я вешу за сотку, я весил 80 копейками. Ну, то есть это вообще, я просто уже отчаялся. Я тоже. Типа, я просто понимаю, что, ну, я все еще жду, когда я с этим справлюсь на уровне каком-то, чтобы это просто перестало со мной происходить, чтобы, потому что каждый раз это я собираюсь с мыслями, делаю определенные усилия, просто переключаюсь фанатично на то, чтобы, то есть зависимость одну меняю на другую, начинаю быть зависим от режима и так далее, просто увлекаюсь этим, понимая, что я держу себя в рамках насилии воли, докуда-то доезжаю, а потом абсолютно любой стресс меня может выбить, и я опять окажусь вот в этой точке, где я просто не могу репостить себе в Инстаграм отметки с концертов, потому что, ну, это мразь, которая на сцене, которую я ненавижу всем сердцем. И я такой, блин, а как бы сделать так, чтобы я, во-первых, перестал себя ненавидеть просто, вот, и, наверное, тогда я просто перестану сам себе вредить, потому что объективно это какая-то аутоагрессия, и у меня понятна ее природа, ну, на мой взгляд, то есть, как я это понимаю, когда у меня, например, нарушено, в моем случае, я не знаю, у кого как, в моем случае, я так понимаю, что это, скорее всего, у меня нарушено самоощущение, то есть, это мама же дает, поскольку у меня нарушен был контакт с мамой, у меня нарушен контакт с собой, и в связи с этим я себя вот разрушаю, ну, вот таким образом в том числе. Я так и не добрался с психологом до этого я говорил то что мы начинали с психологом работу первым как раз того что я хотел узнать в итоге мы ну понятное дело что было всего 10 сеансов мы никак не пришли к разгадке а дальше я не захотел заниматься но у меня вот проблема в том что именно я не понимаю почему вода малейший стресс и это знаешь вспышка я просто не понимаю почему я столько съел это ближе к вечеру обычно происходит уже когда день завершается итоге подводится ты обожрался я ем иногда до тошноты конечно вот момент вот какой да я по я примерно уже начинаю понимать как это происходит у меня нет контакта с собой а себя надо почувствовать как то самый простой способ почувствовать себя это что-то жрать потому что в том когда я жру я чувствую как это и да вы понимаешь то есть банально возможно это можно было бы заменить спортом потому что когда ты занимаешься спортом ты наверно тоже себя чувствуешь но это замещение к сожалению как-то у меня не произошло сергей какие мысли есть на этот счет это же большущая тема огромная большущая как говорите зависимости это буквально супер гигантская смотря смотря какие мысли поводу чего попробуем разобраться именно за понимать когда вы что-то говорите каждое ваше предложение у меня калейдоскопом просто развивается вот созвездий каждый из которых я мог бы отдельно учет там развивать и говорить но это просто ассоциативный ряд так нам понять же чего вы от меня давай попробуем за на запрос захара ответить у меня интересная еще черта была то что вы то что ты сказал тоже очень заинтересовал от контакт с самим собой ощущение своего тела вот ощущение пресыщения я с ним даже знаком не был типа понять что я действительно вот ну типа да в тарелке еще есть еда но я сыт я поражаю с людям которые могут так который ну мне столько хватит и вот у меня как раз впервые после расставания у меня было три месяца без вообще кого-либо без каких-либо отношений я впервые в жизни почувствовал что я ну действительно понимаю когда я наелся я действительно понимаю чего я хочу и так далее и это было удивительно снизился уровень стресса скорее всего я думаю я не знаю у меня были вариантов это так глупо сейчас обсуждать с тобой это когда рядом есть серёга который может почему нет ты же можно просто есть это ваш без оглядки на меня это делать есть какие-то гипотезы и что ты хочешь проделать в разговоре не обязательно и потому что это не принесет никакой пользы захару для того чтобы он разобрался в него очевидно есть так как мне надо вот я нашел человек у которого тоже есть такая вот у него такой запрос был он про запрос разобраться с этим ни разу слова не сказал я бы хотел разобраться с этим он сказал он говорит я пришел к этому психологу к психологу с этим запросом но мы не разобрались он об этом сказал я как только мы начали выяснять что на самом деле захар хочет здесь делать он сказал что он хочет это обсуждать и как только ты ему сказал сам про запрос он проигнорировал это и просто продолжил рассказывать как у него приблизился к ожирению и вдруг понял что она так вот по поводу ты говоришь чувство пресыщения у меня было знаешь как то есть я в моменте я понял что это дело даже не в чувстве пресыщения когда я понимал что я уже сыт и что я не могу есть но я продолжал просто потом я уже просто хотел сделать себе больно я просто не могу этот резать руки себе а вот доесться до того чтобы не было больно я могу и я даже сейчас когда говорю у меня есть ощущение что если я долго буду об этом говорить я прямо сейчас могу заработать какую-то онкологию вот настолько я себя ненавижу в этот момент я так зол блять это я вчера не жалко тебе я вчера так объялся и с утра проли с этим ощущением что я вот сегодня встал я опять вижу я просто не отекший сука ты я пойду на съемки отек я же знал что будут и было же хорошо вчера было хорошо не было плохо мы очень сильно смеялись йо-йо-йо батеньку подержите но я уже в такси ехала такой ты отвратителен это было необходимо прям за хранит и опять ты опять станешь долл я не знаю это просто ужас но я кстати думал о том что у меня была мысль первое это про то что вот как ты сказал как она как она звучала то что ты ешь потому что а стресс ну понятно делать стресс у меня еще второе появилось ощущение что у меня был кто-то кто следил за моим питанием он не следил на самом деле но я перекладывал ответственность и возможно типа когда я остался один и начал жить один я взял на себя ответственность свое питание и только себя спрашивал наелся или нет может быть так бы надо бы сходить психологу чтобы узнать так ли это было так в дело в том что есть психолог прямо сейчас у которого можно узнать но я не знаю ему в таком случае надо знать весь мой бэкграунд так не обязательно домой для этого и собрались лишь к в том что я не знаю так ли это было но цель то какая здесь у тебя у меня здесь откажешь на или можно вот хорошо но мы в любом случае здесь и сейчас находимся я таки еще где то находишься я на самом деле в этой теме не не обязательно я про то что но я в любом случае спрашивать цель заметил что вот сейчас я в который твою instances когда задается на самом деле очень простой вопрос когда никогда никогда люди на него не отвечают Развлекаюсь, развлекаюсь, на самом деле я развлекаюсь. Я тебе к тому, что, нет, вот я тебе объясню сейчас, что происходит. Каждый раз, каждый раз, и я тоже так же. Когда тебе задают простой вопрос, а ты чего хочешь? И тебя сразу вместо того, что когда, где, от чего. Он такой, вот мы сейчас, вот, а вопрос звучит вот как. Самый простой, мы сейчас, прямо сейчас здесь, смотри, есть Артур, есть Серега, есть ты. У тебя есть, типа, какая-то, ну, например, проблема. Да, ты такой, блин, что с этим ожирением? И тебе спрашивают, что ты хочешь с этим поделать? Ты хочешь с этим разобраться и, типа, унести отсюда какую-то пользу? Условно говоря, типа, ты такой, о, есть психолог, воспользуюсь им, на халяву получу консультацию, искренний интерес. Или ты такой, не хочу решать эту проблему, хочу просто поржать над ней. Типа, и просто пообсуждать ее, и узнать, у кого еще такая же проблема, но ничкак ее не решать, а просто ее пообсуждать. Вот ты уже варианты, когда предлагаешь, ты уже гораздо основную эффективность этого вопроса гробишь сейчас. Потому что я задаю этот вопрос, зная, что люди… Нет, нет, ну просто, нет, как сказать, я могу, вот это очень важно. Если мы говорим о каких-то трансформационных процессах, тогда нужно прекращать быть нежными. То есть если мы хотим, чтобы я вносил свое мнение, тогда должна быть готовность к тому, что оно носит критический характер. Потому что я могу, конечно, просто посидеть, посмотреть, как все происходит и особо не мешать, но фишка в том, что я когда задаю вопрос о желаниях и о целях, естественно, ты уже сам не первый раз видишь и по себе, и по остальным, что люди не могут на него ответить. Потому что нет привычки заглядывать внутрь, ловить себя в той ситуации, в которой ты оказался, понимать, в какой роли ты находишься сейчас и что ты хочешь от этого момента. Когда ты предлагаешь варианты, ты спасаешь человека. То есть варианты-то не глупые, понятно, что и один вариант, и второй мы уже обсуждали с Захаром, с предыдущим гостем и так далее. Но когда ты даешь варианты, он, естественно, зацепится за них. Потому что я толкаю неопределенность туда, она неприятная. Но выбираясь из нее, отвечая на мой вопрос, есть шанс попрактиковаться уже в чем-то, что для него имеет смысл. То есть как раз в чувствовании себя. А ты видишь, что он в это не вывозит, то ли обслуживая подкаст, чтобы он тек, то ли спасая человека, то ли что. Даешь спасательный круг, он, понятно, за него возьмется. Но плавает так и не научится. Не научится. Да. То есть не обязательно. Если совсем все развалится, ну ничего страшного, когда все развалится, там будем смотреть. Сейчас пока пускай отвечает на вопрос так, как он это понял. Забрал круг, разбирайся. Повторите вопрос. Ну в общем, вот учитывая тот момент, в котором мы сейчас тут находимся, чем бы хотелось заняться? Я развлекаюсь. Я тебе могу как-то посодействовать в этом вопросе? Мне очень интересно послушать твои знания. То есть тебе проще, чтобы я говорил, а ты слушал? Мне интересно, чтобы на интересующие меня темы. Тогда взаимодействуй. То есть тыкай меня в те точки, в которых ты хочешь, чтобы я… Обращаться к тебе, если что. Ну грубо говоря, да. То есть там, где ты хочешь услышать что-то, что я думаю по какому-то поводу, так меня и… Какие могут быть вообще причины такого безудержного обжирания в стрессовых ситуациях у людей? То есть мы обсуждали то, что, ну как нам кажется, есть вариант то, что причины может быть просто в том, что ты, например, так пытаешься какой-то способ селф-харма, условно говоря, только без наживы. Один из вариантов. Один из. Какие еще это могут быть из распространенных? Можно я тебе давай вот так вопрос задам? Просто может быть. А ты не хочешь узнать, почему именно ты обжираешься? Конечно хочу. Тогда зачем про людей говорить? Ты говоришь, какие могут быть причины у людей пообжираться? Ну, может быть насрать, почему они обжираться? Я как бы не верю, что мы доберемся. Да, это же определенная дистанция, которую безопасно держать. И меня это защищает тоже. Меня конкретно. Потому что если он попросит решить его проблему здесь и сейчас, а у меня не получится, то это меня дискредитирует. Это очень сложный такой комплексный процесс, в котором он как кошка перед прыжком, она делает свои действия. И здесь пока не совсем интимная, не совсем безопасная обстановка, в которую мы могли бы там куда-то лезть. Поэтому, грубо говоря, будь это индивидуальная терапия, можно было бы сократить дистанцию. Но тут я боюсь не добраться до этого. Вообще, да. Я боюсь, что я просто скажу пару вещей странных, а мы такие, ну, жуть. Он же сказал, что хочет развлекаться, по большей части. То есть, как бы у него нету серьезных каких-то намерений на то, что мы что-то полезное сделаем. Ну, он и не хотел говорить, что он ингуш, мы же все равно к этому пришли. Я же несколько манипуляций, и мы получим от него то, что хотим. Сергей, прекрати его жалеть. Давай уничтожим. Я не хочу уничтожать. Если Захару суждено быть уничтоженным сегодня здесь, пускай мы до этого естественным путем доберемся. Я буду до смерти Захара доберусь. Не ставлю видео на двойную перемотку. Ладно. Кстати, напишите в комментариях, а вы на Х2 слушаете этот подкаст или на скорости? На какой скорости вообще слушаете? Напишите в комментариях, пожалуйста. Я вообще его не слушаю, например. Да-да-да. Ты в комментариях читаешь? Нет, ну, уже давно нет. Ну, в общем, фишка в том, что мне интересно поговорить с людьми иногда, конечно. Ну, я когда открываю видео, я не слушаю его и не читаю комментарии. Комментарии, да, интересные бывают. Итак, я прошу прощения, что мы немножко откликлись. Вернемся к вопросу Захара. Почему люди обжираются? Какие есть для этого причины? Ты сказал, что много. Строго говоря, их как бы много, но их все можно под одну общую гребенку подвести. И это не вынесение какого-то состояния. Как и всегда с зависимостью, мы всегда говорим о том, что мы не можем переживать что-то. Это может быть ненависть, это может быть тревога, это может быть гнев. Страх, скука, все что-то. Да и радость как будто даже тоже. Блин, я прям все собрал. Да, может, например, в общем быть и целом человек не очень умеет переживать. Соответственно, почти каждая эмоция, для него проблема. Ты знаешь, что основная вещь, которая совпадает? Вот я хотел сказать, вот примерно поэтому. Ты говоришь, я хочу понять, ну, например, тебя спрашивают, что ты хочешь поделать? Ты такой, ты не можешь ответить на этот вопрос. И в моменте, когда ты не хочешь, не можешь ответить на этот вопрос, я хотел тебе сказать, вот поэтому мы обжираемся, Захар. Потому что мы не можем понять. То есть ты четко не в контакте настолько с собой. А из-за того, что ты не в контакте с собой, ты не можешь понять, что ты переживаешь. Из-за того, что ты не можешь понять, что ты переживаешь, у тебя нет опыта переживания этого. И ты просто с этим не справляешься. Иногда даже не обязательно понимать, что ты переживаешь На самом деле, можно просто это пережить Но поскольку ты не умеешь, ты такой Ну, вкусный Вот колбаски эти помнишь? Да, помню Так нет, хуже всего, что я ел Это что принесло мне больше всего удовольствия Там был засохший рулет Прям типа я его отломал Прям со звуком А засохший кто? Рулет Он прям со звуком сломался И я его ел, я такой Это как будто бы так и должен вообще быть Таким должен быть рулет Он же в два раза вкуснее мне показал А у тебя было такое, что ты ешь что-то отвратительное Что? Что-то отвратительное? Что ты ешь, и это не так вкусно, как ты хотел И ты еще и расстраиваешься из-за этого И продолжаешь это есть Я такой, сука, чипсы с крабом Ты вчера говорил, что чипсы с крабом вкусные Ты сошел с ума Я вчера, если что, сказал, что чипсы с беконом Ненавижу и съел Все Всю пачку с хау Господи, мне это напоминает людей, которые зачем-то смотрят на стендапы И продолжают писать комментарии Мы обсуждали с психологом Мы обсуждали с психологом Моим, что она такая Твоя любимая еда, назови И я начал называть Я такой, я реально люблю там Креветки, красную рыбу Вот морепродукты вообще обожаю Там, что я еще Ну, короче, вот что-то такое Все полезное, пока ты перечисляешь Ну, это потому, что я действительно люблю Икру люблю безумно вообще Обожаю икру Печень люблю, например Ну, вот такие продукты называют Печень дерьмо И я их слушаю Я их слушаю Я такой, полезные продукты А потом она такая Вот ты обожрался в последний раз Что ты ел И я называю продукты Типа вафли Я пошел и купил пачку вафель Ну, я купил вафли Я купил там гонконгские еще отдельно вафли И, боже мой, что это? Ну, это если что, давно было Поэтому, но попытаюсь вспомнить Обычный закуп По-моему, булочка капучино была Возможно, чипсы еще какие-то взял О, вместо булочки был мармелад и чипсы Вот, вот И я все это сожрал Он говорит, ты это любишь? И я такой В целом нет Ничего из этого Все, что я назвал Это все, что я в целом Вот под вкусную еду не подпишу Вафли Это что вообще за хрень? Ну, вот я прям И шел за этими вафлями Прям мне надо было их съесть Наггетсы? Наггетсы? Нет, наггетсы я ем Нормально С сольным соусом? Нет, с кетчупом Они не жирные Наггетсы? Они даже не вредные Они очень вредные Почему? Панировки? Смотрел, да А, ты смотрел видео? Я смотрел, да У меня друг на колбасном заводе работал Да, да После этого больше колбасу не ест Вот это из этого разговора Я как обычно? Беру наггетсы? Если собака ест, то я ем наггетсы Собака не ест Я такое не дам Собаке давайте есть Нихрена себе Можно съесть самому Да, это интересно Что это всегда продукты Слушай, а вообще Есть какой-то Я тогда буду просто вопрос задавать Которые мне интересны А есть вообще Мне все время кажется Что если я решу свои психологические проблемы Я похудею И просто перестану толстеть Есть вообще вероятность того Что есть проблема у людей С которыми просто невозможно справиться никогда И типа ты просто должен принять Что тебе Это как с язвой желудка Понял? То есть просто на психологическом уровне То есть это хроническая штука И тебе всегда Ты просто никогда не сможешь И всегда надо будет за этим жестко следить Ну, вообще я бы сказал Что все наши психологические проблемы Это штука За которой нужно будет приглядывать То есть редко Когда мы решили что-то раз и навсегда И оно больше не сквозит Скорее это что-то С чем мы туда проваливаемся Кто-то сильнее Кто-то меньше Кто-то чаще Кто-то реже То есть есть какой-то маленький шанс Что с каждым следующим разом Я буду на все меньшую глубину падать Да, потому что у меня есть ощущение Что я иногда что-то преодолел А потом откатываюсь обратно Откаты обязательно Обязательно В любой В работе над любой психологической Не только проблемой Откаты это обязательная часть процесса Ну, то есть Не всегда они хорошие Но даже если это неприятно Это, да Будет Есть шанс Что откаты будут каждый раз На меньшее расстояние И что для этого надо делать? Если Действительно работа Проделывается В нужное место То, пожалуй, что да Пожалуй, что Интенсивность отката уменьшается Скорость Выкарабкивания Увеличивается И кроме того Общая устойчивость К этому откату Тоже повышается Это правда Надежда есть А ты как Нормальный человек худеешь Или прям РППшник? Ну, у тебя есть Вот эта тема Что у тебя Особые способы похудения Ненормальные Что ты Вот это прям не ем Это прям запрещено Я все пробовал Способы Но в основном Это все через Какие-то жесткие запреты То есть Я последний раз Худел на 20 килограмм Я пошел к нутрициологу Она полностью проверила Состояние моего здоровья Мы поняли проблемные вещи И просто Пока я лечил Кишечник и желудок Который я в итоге Недолечил Типа я занимался Потом начал заниматься спортом До этого Я худел на жестком Просто Сдерживании себя Интервальном голодании И так далее До этого Когда я худел Там Я просто Начинал Как сумасшедший Заниматься спортом Каждый день И при этом Еще и соблюдал питание То есть Это всегда Через какие-то Ну Типа Такие усилия воли Что ты такой Но Я понял Вот что Я Испытываю Нарциссическое удовольствие Я просто В очередной раз Плаваю в своих зависимостях Потому что Мне нравится думать Как ты говоришь Я испытывал боль Да Я такой Ни хера Вот это я дисциплинированный Вот это я все И в глубине души Я каждый раз надеюсь Что я больше туда не вернусь Но Каждый раз Меня что-то туда Я думаю Блин Может я в этот раз поправлюсь Но хотя бы не на 20 килограмм Похудел на 20 Потом поправился на 8 Опять Скинул И типа Хотя бы в диапазоне 8 килограмм Но я так и не научился Жить без крайности К сожалению То есть Это две крайности Которые я Серго Почему я такой А ты что не знаешь С крайностями Ну да Потому что Только так Я чувствую себя живым Я не знаю Ну в смысле Я к тому Что почему это Ты же отвечаешь Не почему Ты отвечаешь Зачем А почему Ну потому что Такое детство у тебя было Артур Неприятное Я недавно подумал О том что У меня его не было Типа я Короче знаешь что было Знаешь когда На сеансах нужно Что-то тебе вспомнить Вот например Ты помнишь Как ты себя чувствовал Момент Момент Когда вот Узнал что твоя девушка Спустя неделю Там нашла себе Нового парня Ну я не понимаю Ты можешь это ощущение Вспомнить Как ты себя чувствовал Вот Это какое-то Неприятное событие Ощущение которое Ты помнишь Так вот Когда мне Каждый раз Когда я говорю О каком-то детстве Своем трудном У меня нет ощущения Что это было Прям сильно трудное детство Потому что я Очень тяжело Я не могу вспомнить Как я себя чувствовал В этот момент Какие-то факты Вот вижу в картинке А как я себя чувствовал В этот момент Я вообще не помню И у меня есть ощущение Что я Не чувствовал Возможно вообще ничего Потому что если бы я чувствовал Ну это не то что ощущение Это как будто бы Предположение здравое Что я скорее всего Не чувствовал ничего Потому что если бы я начал чувствовать Я бы просто не вывез И сошел с ума Чувствовал Может быть ты до сих пор это чувствуешь И может быть я Типа до сих пор это чувствовал А почему нет Ты же вот Как минимум интенсивную ненависть к себе или ненависть как таковую ну и медицинском смысле жалуешься что это постоянно происходит вообще ненависть это если что но ненависть и ненависть к себе в частности это базовая достаточно вещь это базовой комплектации так сказать стартер паки идет то есть у нас обязательно есть ненависть к себе и ненависть к другим тоже это не патологическое переживание и вопрос именно в том как ты взаимодействие наладишь со своей ненавистью они в том чтобы ее прекратить ненавидеть себя это если чую обязательный процесс да вот я этому хочу случиться я себя знаешь как представлял просто но если вдруг у тебя так было это просто вот буквально было недавно со своим нас с психологом суждал как примерно эта работа то есть я мне когда надо было визуализировать свою ненависть типа типа прочувствовать ее прямо прочувствовать я ощущал ее как раскаленную лаву буквально вот в голове в глазах вот знаешь когда ты просто гнев лет вот у меня еще не было что у меня вот руки знаешь глаза это прям вот нас это ярость понял и когда я ее начал ощущать в теле типа на кощите и в теле я прям чувствую вот это вот огонь блять вот этот который есть вот он весь концентрирован вот здесь чем сильнее его чувствовал он как будто дальше опускался по телу и просто потухал как будто лаву знаешь раскаленного железо металлическое в воду опускаешь как будто все что то есть получается что как только я сконцентрировался ненависть это как раз хитрая ловушка очень достаточно потому что ты уже здесь начинаешь вкладывать смысл того что переживая ее или там принимая ее она исчезает она типа не исчезает просто но она как-то типа я вот говорю только о том как и да 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 это было тебе верно ты описываешь она под определенным углом да вот я но я не знаю что с этим опытом делать вообще как это вообще возможно но типа как это вообще может быть помочь насколько это универсально работает я пока не сильно понимаю такого опыта у меня нет она не исчезает просто фишка в том что проблема этого этой техники этого момента и вообще не то что проблема возникает иногда когда ты проживаешь чувство иногда она проходит вот в этом фишка не проходит стабильно и не не проходит иногда в качестве побочного эффекта после принятия размещений переживания кого-то переживания она уходит и у человека естественно а он особенно если изначально настроен на то чтобы исправлять себя исправлять свои переживания исправлять свою боль убирать что-то он начинает рассматривать принятие допускание чувства и проживания как вариант избавления себя от этого чувства а это периодически возникающий побочный эффект не ради которого мы все это делаем то есть мы не рассчитываем даже на него мы просто знаем что иногда иногда пройдет иногда трансформируется иногда перетечет во что-то другое но и именно из-за вот этой вот подлянской фишки что иногда проходит возникает соблазн ждать что она будет проходить хотя на самом деле проживание чувства но скорее освобождает нам пространство то есть допуская что-то и переживая что-то мы можем перестать быть рабами этого переживания то есть грубо говоря если мы испытываем какую-то эмоцию у нас есть очевидный вариант например ее отыграть то есть сделать то что эмоция нам приказывает если я ненавижу значит я должен как-то уничтожить вот каким-то способом который сам напрашивается то же время если я как себя ненавижу легально то есть я знаю что еще все ненавижу это переживаю вот у меня голос в голове который меня ненависть вот это происходит я могу все это проживать и взаимодействовать как-то с этой ненавистью я понимаю что это сложные абстрактные какие-то вещи может быть но нет знаешь насколько не абстрактный что буквально иногда когда мне хреново я ну вот это чувствую я чувствую что мне плохо я понимаю что мне бы сейчас остановиться и просто это пережить вот надо в этом побыть она не уйдет я не знаю уйдет как-то трансформировать просто мне нужно да как повезет нужно в этом побыть и я такой сажусь я такой сука я не моя не выношу вот я просто не выношу я знаю что я сейчас буду жрать только потому что я не готов просто сесть а завтра будет себя ненавидит за это но я просто не готов извините я просто не умею я не справляюсь простите отстаньте все я не могу короче учить забавно потому что для меня проагрессировать, ну, прям высраться эмоциями, я не испытываю какое-то, знаешь, ощущение, что я не могу этого сделать. Ну, я часто, если происходит что-то такое, я просто, ну, вот выдавливаю все это из себя. Так это агрессия. А если это не агрессия? Это же может быть другое чувство, которое действительно невыносимо. То есть агрессия, я вообще для себя открыл, что я злой человек. Прям злой, буквально. Я просто очень агрессивный человек. И людям это сложно переносить буквально рядом со мной. Плюс, если у тебя есть что-то, вообще ковырнув 5 секунд, и ты станешь таким же агрессивным. Но есть же, помимо агрессии, я не знаю, я даже не знаю, как описать эти чувства, когда тебе просто, сука, плохо. Мне кажется, что я даже усталость, блядь, не могу нормально переносить. Что я даже, когда сажусь, и мне надо просто побыть уставшим, я такой, я не хочу, блядь, в этом беспомощном состоянии уязвимом находиться. Я вот сейчас как-то себе это заткну. Как правило, да. Как правило, невыносимость, ну, субъективная невыносимость чувств приводит нас к тому, что мы начинаем при помощи зависимости их как-нибудь устранять. Причём, знаешь, что я заметил? Я стал, когда стало больше стресса, я стал больше пить алкоголя, но меньше. Ты понял? То есть, если раньше я пил, чтобы чаще, давай так, чаще, я стал пить чаще и меньше. То есть, я пью часто, но я не могу типа себе вредить настолько, чтобы у меня было там похмелье, то есть, я не могу пить столько, чтобы не социализироваться, да, понимаешь, да, то есть, мне там завтра на работу, у меня какие-то дела, у меня есть какие-то обязанности, я не могу просто нажираться, чтобы потом болеть, но при этом я стал, типа, вот там вчера, там, да, там два-три пива, да, например, вот такая история. Типа, а раньше я мог, знаешь, как пить? Типа, я пью, я олынщик же. То есть, я такой, это мы сейчас возьмём вот только вискаря, и прям будем весёлые, пьяные, творить безумство. А сейчас я такой, мне надо полбутылки вина, там, просто надо, и всё, я знаю, что это плохо, но я хочу её выпить и просто услугу. Да, да, у меня вот, у меня всё время так и происходит, то есть, я как раз таки не могу напиться, потому что я слишком сильно плохо себя ощущаю, потом уже даже до неприятного состояния ненавижу себя. Есть такое, ненавижу себя, а есть прям, ну, это уже перебор, чел, ну, это прям неприятно, действительно. Ещё такой момент, что я, знаешь, почему не могу напиться? У меня обострённое чувство контроля, и когда я что-то не контролирую, у меня начинается панический страх, то есть, это вообще, ну, то есть, мне очень плохо, если я некоторая, поэтому вот эти все события, у меня это стресс, потому что это абсолютно бесконтрольная вся история, и с алкоголем то же самое, то есть, я не могу напиться до состояния, там, знаешь, когда люди говорят, я ничего не помню, или я там, я не могу ходить, он там не может говорить. Проблема в том, что когда я очень пьяный, возможно, я сейчас в хлам, понимаешь, то есть, я вот так же разговариваю, веду какие-то беседы достаточно, ну, и внимательный человек заметит, что у меня там глаза красные или там, но язык не заплетается, слова в предложении всё складывается, то есть, это настолько сильный уровень контроля, что, типа, люди такие, да нет, ты нормально был, весь вечер вели какие-то светские беседы, знаешь, какого-то, даже толку ты рассуждал, делал какие-то выводы, я такой, я вообще, просто меня почти не было в этот момент, звучит пугающе, потому что я как раз прихожу за этим для того, чтобы выключиться полностью, я себя допускаю в это. Ну, полностью не получается, это получается полностью. В безопасной компании? Я стараюсь пить только в той компании, в которой мне приятно. Ну, это вообще обязательно условие, но я, например, обожаю петь, но я не могу петь, а ты в курсе. Я дома постоянно пою. Да, вот, я обожаю петь, но я не могу петь трезвым вообще, то есть, в компании людей, поэтому мне нужен алкоголь просто, чтобы снять вот эти зажимы, которые есть, и бесконтрольно вообще кайфовать и вообще получать это удовольствие. А трезвым я так, типа, я вообще там, что-то, кажется, не попадаю, недостаточно хорошо пою. Там же надо расслабить диафрагму, чтобы прям высокие прошли, это ужас. Слушай, ну и что, а как вообще, и ты вот говоришь, это ловушка, да, иногда, то есть, что ты будешь ждать в следующий раз, например, когда я буду испытывать эту ненависть, я, типа, попробую сделать то же самое, а она не уйдет, и так не сработает, и я из-за этого расстроюсь и просто перестану это делать в следующий раз. Ну, у тебя возникнут какие-то чувства по поводу этого процесса, да, того, что у тебя что-то не получается там и так далее, и так далее. Как вариант, ненависть может просто-запросто возникнуть ненависть по поводу того, что ты не способен справиться с ненавистью? Не знаю, что интересно, ты скажи, а вот в итоге у меня есть два варианта, да, как будто я вот сейчас вот так вижу, вот есть какие-то особенности, да, которые вот, например, мы с тобой, да, в себе обнаружили, да, в чем-то же мы сошлись, и вот есть два варианта. Я либо это исправляю, типа, и у меня вот какой вариант, типа, вообще рабочий, я либо это могу исправить, либо это просто инструкция по применению, то есть я знаю, что я устроен вот так, и в идеале на это обращать внимание и просто хотя бы иногда не нажимать на эти кнопки, то есть и не делать то, то есть ты же понимаешь, к чему, что привело, какая именно особенность привела тебя к этому действию. Просто не делай так. Ты испытаешь все то же самое, просто так не делай. То есть я, получается, должен в терапии инструкцию по применению к себе получить, просто чтобы себя изучить, почему я совершаю те или иные действия, те или иные ошибки и так далее. Либо я могу исправить просто, чтобы не было вот этот, ну, это так не работало, само устройство у меня по-другому. Саму причину устроить? Да, я не знаю, как... Я правильно вопрос сформулировал? В принципе, да, но просто я бы сказал, что я не могу выбрать из этих двух вариантов и сказать, что вот этот вариант или тот вариант. Терапия вообще на что направлена? Когда как? Она направлена на улучшение качества жизни. Ты в своей практике занимался такими случаями? И так, и так бывало. И так, и так? Бывает часто вариант гораздо более смешанный. То есть человек, принимая то, что с ним происходит, по нему, ну, учась с этим обращаться, со временем перестраивает свою жизнь в соответствии с этим, и это уже просто, ну, не проблема. Она может и не проявляться. То есть зачастую просто чуть-чуть подтачиваете, где-то чуть дисциплину он находит? Вся, нет, не обязательно. Вот мне, я не знаю, просто... Ну, ты говоришь, более смешанный. Более смешанный в том смысле, что... Короче, то, что вы, понятно, для себя задали вопрос, это не значит, что я могу, понятно, для себя и вас дать на него ответ. Ну, короче, вопрос мне не кажется таким, на который я могу как-то конструктивно ответить. То есть вот это вот или так, или и так. Ну, я так не устроен, я таких ответов давать не могу. Хорошо, а как бы я мог переформулировать этот вопрос, чтобы ты мог на него ответить? Хрен его знает. Я не знаю. Хорошо, а давай попробую разделить его на несколько. Ну, я такой человек. Не, ну попробуй. Я его там кастрирую. Можно ли исправить? Нет. Можно ли... Нет, не потому что я не хочу. Как ты мог бы догадаться? Можно ли исправить в человеке все его психологические особенности, которые ему усложняют жизнь? Я не знаю. А твоей практике так получилось? Как-то с ангушами проще было как-то. Мне проще это говорить. Хорошо. Ну, я не знаю. На практике у тебя было такое? Какое? Что человек выздоровел полностью? Ну, что ты, условно говоря, мы понимаем, почему он там жрет, потому что он не умеет справляться с эмоциями, и ты в терапии научил его справляться и переживать все эмоции, и он просто перестал так делать. Переживать все эмоции, просто перестал так делать? Ну, вот я как бы не могу не слышать, как эти формулировки в жестком отрыве от жизни. Потрясающе просто. Я начинаю понимать то, что мне хочется относиться к психотерапии, к его работе так же, как я отношусь к любой другой услуге, где я пришел, принес проблему. Мы какое-то время провели, и я получил результат. Он мне вот такой, все, вот ваш телефон. Мы его подчинили. Я такой, он работает, да, проблем больше нет, нет, и ты ушел. А тут ты приходишь, и ты хочешь вот как-то типичную услугу на рынке получить, и сказать, Сергей, я хочу, я в конце выйду, и ты скажешь, вы здоровы, вот анализы, мы специальные анализы сделали психологические. Все чисто. Что угодно, чтобы опереться не на себя. Но фишка в том, что ты не телефон, который можно куда-то сдать. То есть, эта работа просто, она по-другому делается, и про другое. Результаты у нее бывают, еще как, но это не так. Ты молодец, Захар, потому что он не ответил на мой вопрос. Просто знаешь, вот что меня пугает, я поделюсь наблюдениями с работой с другим терапевтом, который у меня был до Сереги. То есть, я часто с этим сталкивался. Я дохожу до определенного уровня, когда мне становится действительно лучше. То есть, я себя чувствую увереннее, я прям понимаю пользу. Но затем, за каким-то хукером, это может быть иногда даже не связано с паузами. То есть, вот, например, и у нее там методика, да, например, у меня была терапевт, она работала в гештальтерапии, вообще никак не похожа вообще на то, что, например, там у меня было с Сергеем, да, например, вообще не похоже. Абсолютно все другие методики. Некоторые вещи, которые я спрашивал у Сергея, типа, она вот так делала. Это нормально, Серега говорит? Я даже, ну, типа, вообще не погружаюсь в это. У меня другие вот такие штуки, типа, я не знаю, нормально это или нет, но делал, типа, помогал, значит, нормально. Ну, условно, так он мне приблизительно отвечал. Так я слышал, может, отвечал он по-другому. Короче, важное уточнение, инструменты выдергиваю просто для обрезания яиц. И по факту, я, блядь, каждый раз мне было интересно, да почему? Я, типа, я хочу, чтобы не было вот этих откатов, о которых мы говорили. Типа, я как их сделать, чтобы больше не было? Потому что в какой-то момент, ну, кажется, что я больше никогда туда не вернусь. То есть я прям уверен, что я больше, я же знаю, что делать. Я же знаю, что делать. Я же уже по этой дорожке прошел, все. Даже если я откачусь, я потом легко вернусь. А бывает так, что я откатываюсь, и потом, сука, ничего не легко и не возвращается никуда. И я такой, был же там я. Как вообще дорогу вообще не помню на этот пляж? Понимаешь? И как-то, я такой, а как? И у меня вопрос, можно ли вообще хоть что-то, хоть где-то, блядь, нажать кнопку «сохранить», как в компьютерной игре, понимаешь? Если я рассматриваю свою терапию с точки зрения… Контрольных точек, типа, вообще не будет, что ли? Контрол-С, да, где, блядь, вот это вообще? Я, в принципе, представляю, как человеку опыт того, что у него уже как-то было, может помочь туда возвращаться, но застыть в каком-то состоянии свою психику, вот поймать и закрепить крайне вряд ли получится. Этот опыт еще часто работает в обе стороны, и в позитивную, их плохую, с одной стороны, такое, я помню, как добиться этого состояния, а значит, путь как будто бы будет короче. А с другой стороны, иногда ты думаешь, типа, боже мой, я помню, что я уже был там, и где я сейчас? Я все, смысл нет. А еще знаешь, что ужасно? Ты знаешь, в этом разочаровываться. А бывает, что то, что тебе раньше приносило удовольствие и помогало, просто перестает работать. Это самое ужасное, знаешь, когда ты такой, ну я сейчас вот это сделаю, и потом мне станет, типа, нормально. Я это делаю, и, сука, не становится. И ты такой, а че? Типа просто как будто ты едешь, тебе говорят, ремонт дороги, ты такой, а где объезд? Знак объезда, сука, кто-то повесил, может быть, нет? Я как должен? Ну ладно, попробуй отсюда, и, блядь, падаешь в эту яму, которую выкопали, чтобы трубы проложить. И просто говно еще из трубы вот так с тебя стекает. Да-да, нет, или у тебя... Как усугубить еще это метафоро ощущение? Касарь на бензин такой, я знаю, как, мы сейчас бензином, там как раз дорога, вот, ну столько и будет. Ты приезжаешь, и он говорит, теперь дорога платная, и еще плюс 200 рублей, все, я не вывезу. Все, я не вывезу. Столько уже не будет у меня ресурсов на это все. Ну, у меня такое... И потом еще такой, Серег, ну, типа, а есть же какая-то... Типа он такой, не, нет. Я еще всегда... Нет, сохраниться нельзя. Меня это вообще так расстраивает, когда ты приходишь, и такой лайфхак же есть на самом деле. У вас же... Ты же пообщался с сотней людей, и как будто ты можешь сказать, короче, там было 10 вариков таких, и вот 10 людям прям помогло. Ну, 9 из 10 помогло. Сейчас замуж. И все время я прихожу с этим запросом, там, к Сергею или к какому-либо другому терапевту, и если это нормальный терапевт, он мне просто, мне кажется, тратит кучу времени на то, чтобы я просто прекратил от него это требовать. Даже сейчас. Потому что я такой, я не хочу нести за это ответственность. Скажи, что делать, чтобы я сделал, и все было хорошо. Он говорит, так не бывает. А, это самое ужасное, что он тебе не делает. Ты злишься и такой, ну, это ты, долбоеб. Он говорит тебе, сам решай эту проблему, и я посижу здесь. Ну, задам верные вопросы. Ну, типа, чувак, тебе надо будет пробежать 5 километров, я могу тебе сказать, какие кроссовки лучше взять, и сколько раз тренироваться. И тогда я точно пробегу, он так откуда, блядь, я знаю, пробежишь ты или нет. Я тебе говорю, что поможет тебе этот путь преодолеть. А добежишь ты или нет, от тебя зависит. Может, ты, блядь, на пятом километр скажешь, нахуй, мне это не надо больше, я не хочу бегом заниматься. Я в итоге почти всегда спрашиваю, как сократить. А он мне такой, зачем сокращать? Давай, решай эту проблему. Беги, ты же в конце должен стать бегуном. Ты хотел стать. А ты хочешь вообще 10 километров? Ты, блядь, научи меня 10 километров, а все тренинг говорит, а ты хочешь прям полумарафон пробежать? Слушай, я хочу пробежать полумарафон, такой прям хочешь. Тебе это надо. А ты вообще любишь бегать? Да. А от чего ты бежишь? Да-да-да. А почему именно 21? Это аллегория на что? На член, который у тебя так и не вырос. Ну, в общем, Серега, был подкаст, в котором ты меньше говорил, чем в этот? Ну, не знаю, может, с Гариком, когда мы записывали, или в районе того. Ну, не все же мне говорить что-то. Как тебе вообще в таком формате? Нормально. А вот ты просто такую еще позицию выбрал, мне интересно. Ты такой, если хотите что-то от меня услышать, спросите. Мы же так не разговариваем. В жизни. Да, мы такие, типа, ну, есть что вкинуть, я вкидываю. А ты же можешь, типа, тоже, если тебе есть что вкинуть, ты же можешь вкидывать. Ну, здорово, но и в отличие от вас, я тут нахожусь в полупрофессиональной полупозиции, в которой мне, скажем, я не могу просто что-то там говорить. На меня тут вообще определенная ответственность возлагается, и за поддержание структуры определенных процессов я не могу просто сидеть и... А если ты уже видишь, что это просто мы выбрали сегодня просто оболтать? И что? Те, кто смотрит, это видят? А мы в какой момент опять стали, типа, так сильно о них думать, когда мы говорили... Что здесь так сильно? Ну, а мы записываем это, чтобы втроем пересматривать? Или что? Тут, по-твоему, то есть люди, которые это должны смотреть, я не должен учитывать... А ты допускаешь, что они могут интересно просто, иногда им просто интересно, а что, ну, если выбрали сегодня, ребята, разговорный жанр, что они сегодня хотят просто послушать, что Серега может вкидывать? Возможно, но я... Как человек? Я, тем не менее, если мне может потребоваться выйти в какую-то другую позицию, в экспертную или еще какую-то, но я не настолько гибкий, чтобы по три раза в полете переобуться успеть. Но ты уже сегодня не успеешь переобуться здесь. Что сделать? Я сейчас в носках сижу. У меня появилось просто, мне так стало интересно, у тебя есть вообще проблемы с питанием? Да. О которых мы говорим. Ну, я бы не сказал, что я страдаю, но я бы не сказал, что я питаюсь так, как я бы хотел питаться. У меня периодически наступает... Ну, вот сейчас я знакомлюсь с новым обменным веществом своим при приближении к 30 годам, и выясняется, что то, как я питался и тренировался раньше, что позволяло мне в одной форме быть, сейчас мне это не позволяет быть в той же форме. А ты бываешь, что ты обжираешься? То, что мы описывали, что-то из этого с тобой происходило? Так, как вы описываете, что аж болевать тянет, наверное, в последнее время уже все-таки нет. В последнее время? Ну... Насколько последнее? Ну, годы. Ну, вообще, конечно, мне знакомо, как нефиг делать, переедать и ненавидеть себя за то, что ты переел, и жрать не то, что должен, или жрать вредную еду, там, объедаться и так далее. Ну, как-то не новость. В этот херму помогает, да? Ну, то есть, когда, типа, даже так... Такой человек, как Серёга, говорит об этом, ты такой... Вот если природа вашего переедания построена на ненависти, то да. Если на чём-то другом, это не помогает. Не, я тебе к тому, что, типа, если даже суперпрокаченный в плане ментального здоровья Серёга, с ним даже это происходит, я точно не ебанат. Иногда вот это ощущение, что ты не совсем конченый... Я тебе об этом и говорю, что если природа твоего, твои проблемы связаны с тем, что ты чувствуешь, что ты совсем конченый, то, когда кто-то другой, особенно если ты его уважаешь или ценишь, говорит тебе, что он тоже от этого страдает, да, у тебя временно снижается, так сказать, нагрузка на себя. Ну, это временно. Просто пары с котла выпустить. Тоже хорошо. Ну, может быть, да. Да, я всегда же говорю, я в таком же процессе, как и вы, чуваки. Я понимаю, вот мне интересно, вот в этом вопрос, типа, как личный, а не с позиции психотерапевта, который сидит рядом с нами. Психолога, психотерапевта. Да пофиг вообще. Похрен. Самана. У тебя какие инструменты для этого, чтобы справиться с этим? Дисциплина, психотерапия, опять же, возможно, что это? Ну, во-первых, естественно, если я вижу, что я что-то чувствую и хочу это заесть, я, конечно, буду стремиться к тому, чтобы это прожить и понять, что у меня за потребность за этим стоит сейчас, за этим перееданием. Ну, далеко не всегда я могу хоть что-то с этим сделать. Ну, как бы, у меня есть инструменты, которые индивидуально мне подходят, но я бы не хотел о них говорить, просто потому что… Ты боишься, что мы эту инструкцию для применения возьмем? Нет, просто потому что это личное. Это вещи, которые… Некий внутренний опыт, который для меня носит более или менее сакральный характер, и я, в общем, не очень тороплюсь душу на распашку. Слушай, ну, необычный выпуск получился, что-то Серега, может, отдохнул. Я, может, кстати, открою секрет, мы снимаем пулом обычно, ну, то есть мы в один день снимаем несколько выпусков, что, безусловно, не всегда удобно для Сереги. Для меня тоже не всегда удобно, но с точки зрения всяких коммерческих штук… Это единственное… Ну, подкаст вообще сам себя не оправдывает, поэтому я к чему подводил? Мы могли бы сделать все более комфортно, мы, мы, правда, искренне стараемся. У нас есть всякие штуки, где можно просто задонатить, там вниз проходите по ссылкам. Мы будем… Я, кстати, у меня такая позиция, у меня нет задачи зарабатывать на этом подкасте, когда-нибудь было бы прикольно. Ясно, вас, кстати, сегодня упоминали. Вы очень здоровы, и спасибо вам, что вы покупали интеграцию в стендап, но почему-то я считаю, что, все еще считаю, что лучше, чем подкаст про психологию, места для интеграции не найти. Поэтому вы обязательно посмотрите, поставьте лайк, если захотите нас поддержать, поддержите. Возможно, мы будем снимать не по три выпуска в день, чтобы мучить специалистов, а по два. Но сегодня вот так. Вот такой выпуск у нас получился. Сегодня мы… Я не был психологическим куколдом, как это обычно бывает. Это когда… Сегодня был я. Сегодня… Ну, ты был не психологическим куколдом, ты был просто чуваком, которого закрыли в гримёрке, и он бы, возможно, рад уже выйти, пойти в какое-то другое заведение, но вот он сегодня в гримёрке закрыт и вынужден слушать беседы. Это тебе… Помнишь, ты проводил аллегорию, что на студенческой вечеринке, где тусуются молодые психологи, все на тебя вот так поглядывают, а здесь тебя как будто с неё не выпускали? Не то, что нет. Я сижу и как бы наблюдаю за процессом, включаюсь в него, потому что ты вот сказал, что я отдохнул, но для меня что говорить, что не говорить, одинаково примерно по затратам сил. Я сижу, слежу за течением процесса и, в общем, это готов, если что, включиться. Серёга всё это время был этим котом, который сейчас прыгнул-прыгнул, но вот так вот полтора часа. А я просто в полупозиции всё время находился, то есть в любой момент я могу тут пригодиться. Не знаю, насколько это было полезно вам, но нам было интересно. Надеюсь, вам тоже. Увидимся в следующих выпусках, они все будут разные. Спасибо вам. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok